ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА По-моему, я что-то поймала. Есть, кто-то есть. Есть рыбина! Какая она классная! Сейчас вытащу. Тихо, тихо! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Отдашь нож? Держи. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... Прошли мы по восточной стороне, вышли мы из этой бухты Тринити. И вот сейчас мы нашли себе новую якорную стоянку. Мы пойдем вот сюда. Здесь вокруг мели, очень мелко, очень много кораллов и вообще песчаные мелкие берега. Поэтому вход очень сложный. По буям, по знакам, по картам. Используем навигацию. Я вижу, там уже тамаранчик стоит. Так что мы сейчас хотим войти туда чуть-чуть подальше и посмотреть, может быть, все-таки там будет хорошая стоянка и не так сильно качать будет. На восточной стороне, сколько мы не идем, вот такая вот волна высокая и ветер в нос. Так что пока мне западная сторона нравится больше. Вот туда идем, вот. Вот здесь вот очень много яхт стоит. Мы сюда же попытаемся сейчас встать, посмотрим вообще, что это здесь такое происходит. Очень красивые места вообще, не знаю. Мы просто заходим как по лабиринту и везде стоят вот такие маленькие то ли домики, то ли мини-гостиницы. Там вообще проезжали рыбную ферму. Тоже стоял домик для рыбака. И вот здесь вот такие вот красоты. И вон туча опять пришла. Все, встаем на якорь вот здесь, в Мелоне. Приехали мы на новую якорную стоянку. Район называется Робертс или Робертсон. В общем, очень такая тихая, спокойная деревенька. Коровы по улицам ходят. Все из достопримечательностей есть вот такая вот штука. Можно пластиковые бутылки обменять на деньги. Такую вот придумали здесь интересную конструкцию в этом районе, чтобы мусор не валялся на улицах. Вот предлагают людям сдавать. Вот сюда вот. И получать денежки. Откуда денежки получают, интересно. Откуда? Вот отсюда, что ли? В общем, бутылки принимают. А где деньги выдают, непонятно. Пойдем посмотрим. Еще здесь есть очень много торговых центров современных. Тоже погуляем, поищем. Мы вообще ищем интернет. Нам нужен интернет. Нам нужно с вами связаться. В этом районе наступил конец света. Все магазины, вот супермаркет нашли. Все закрыто. Причем даже продуктовый. Что они должны уже закрывать. И людей на улицах вообще нет. Что случилось? Непонятно. Шли мы всего сутки. Вышли мы из Тринити. Там достаточно было оживлено. И на улице люди, и даже всякие булочные. Открыты были некоторые даже маленькие магазинчики. Так из-под полы продавали товары. А здесь что-то вообще просто. Все закрыто. Никого нет. Нет. Ну и кафешки еще даже открыты. Не видели. И людей нет. Где они? Люди, вы где? Где все? Что происходит? Никого нет? Два тоже все закрыто. Вообще все закрыто. Ничего не было. Людей и людей нет. Где люди? Фитнес-центр. Все закрыто. Парковка пустая. Пустая. Парковка. Нету. Что случилось? Все происходит. Люди. Как так? Ушли и оставили надежду. Они что, там есть? Тук-тук. Никого нет. Никого нет. Вообще никого. Все. Все закрыто. Камера вот даже стоит. Зачем-то. Наверное проверяют, ходят люди или нет. Мы тут ходим. Что произошло? Что случилось в мире? У нас даже интернета нет. У нас даже интернета нет. Мы даже не можем посмотреть новости. Вдруг правда что-то произошло. Пойдем вот с птичками разговаривать. Только птички на улице. Вон корова стоит. Птички живые. Уже хороший знак. Птичку живых. Как так что-то. Там есть вода. Значит, здесь кто-то недавно был. Блин, нам нужен срочный интернет, нам нужно прочитать новости, что произошло, куда все делись. Почему никого нет на улице? Мы, конечно, в какой-то заброшенный город приехали, но уже вообще не смешно. Хотя да, уже немножко смешно. Как сильный ужас. Где мы? Обнаружили вот здесь вот козликов, козы-живые, в смысле козлы-живые, где люди, куда-нибудь понятно. Вот дом тоже, скорее всего, хозяева должны были быть здесь. Нет? Поперем, смотрю, какой козел. Привет, козел! А вон там маленький кто-то стоит. Козлятый! Ну, вода-то у них есть, значит, кто-то их поет. Водюшки, козел. Что это? Баллоны стоят. Никому не нужно, наверное. Что происходит? Куда все делятся? Как в программе «Розыгрыш». Вдруг всех людей куда-то убрали. Здесь даже есть медицинская лаборатория в этой деревеньке, но она тоже закрыта. Здесь еще одну торговую зону. Здесь вот есть «Экомакс». Он закрыт, хотя обычно в это время еще продуктовый магазин работает. Аптека тоже закрыта. В общем, пока не нашли еще ни одного открытого магазина в этом районе. И интернета тоже нет. И людей нет. А мы все еще не теряем надежды найти хоть что-то работающее, какое-то работающее здание. Пришли на заправку. Заправка и та закрыта. В общем, мы немножко удивлены вообще, что происходит. У нас будет вкусный ужин. Будет у нас сейчас вкусный ужин. Сейчас я ее тут. Мясо. Мясо прям. Я вообще просто... О, как же оно пахнет вкусно. Смотрите продолжение в следующей части. Смотрите продолжение в следующей части. Еще у нас сегодня на ужин очень интересные овощи. Вот такие вот специальные перчики, не помню как называются. Еще у нас здесь плод лианы, вот такой вот. И из самого простого это вот бруссельская капустка. Вот так она выглядит. Маленькая капусточка. Ну еще там что-то есть такого интересного. И конечно же рыбка, тунец наш любимый. Очень вкусно. Очень вкусный тунец. Подняли мы якорь, ушли мы из этой якорной стоянки. Никого нет, все лодки стоят заброшенные. Мы решили не оставаться здесь. Идем дальше. Будем искать людей и вообще какие-то варианты других стоянок. Потому что здесь что-то, что-то, что-то не то. Уходим отсюда. Такая странная страна восточная. Постоянные облака, постоянные области, постоянные дожди. Что-то как-то совсем по-другому. Не так, как на западной стороне. По карте 5. Здесь вот сразу такие таблички, что держите дистанцию, не нырять, не собираться больше 40 человек, держать дистанцию. И вся информация, которая связана с ковидом, здесь представлена. Но вообще народу никого нет. Не то, что 40 человек, мы здесь втроем. И все, больше людей вокруг людей нет. И все, больше людей нет. И все, больше людей нет. И все, больше людей нет. Кактусы. Вообще, это, наверное, открытый берег. Здесь мели. Здесь лобстеры должны здесь жить. Вот уже начинается сама Мартиника. Это остров, абсолютно отделенный от всего континента. Здесь вот есть вот такие вот прекрасные растения. Кактусы растут. И очень много крабиков здесь ползает. Просто кишат они здесь. Я не знаю, мне кажется, что это остров. Надо было не мадам называть, а остров крабиков. Вот, надо вот это взять. Крабики и колючки. Посадила я себе занозу какую-то непонятную. Не могу ее выдышить. А так, делакс. АПЛОДИСМЕНТЫ Мы на вершине острова. Здесь вот раньше кипела жизнь. Сейчас ничего нет. Какие-то мангал, похоже, какой-то заброшенный. Больше ничего. Кактусы такие красивые. Наверное, это, кстати, кактус дать мне вот цепил, чтобы колючий налой, похоже. Скорее всего, это кактусы. А, заканчивай. Такие красивые. Не идет? Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите комментарии. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Эти одинокие острова на восточной стороне Мартиники, мы смотрелись на них и решили, что пойдем мы сразу же в Сантану, там нам понравилось значительно больше, но сейчас все равно у нас еще 50 миль до следующей предполагаемой стоянки, если вдруг по пути мы увидим какие-нибудь красивые места, то конечно же остановимся. Остров Мадам, окружен кораллами, ночью вообще не спала всю ночь, потому что постоянно срабатывала сигнализация, ворочала нас на 360 градусов и вообще, то есть сначала казалось бы, вот восточный ветер должен дуть постоянно, вон и дул постоянно, а потом был штиль и мы развернулись противоположную сторону, в общем очень интересная стоянка здесь, не знаю, ни таких, если вы конечно шли день через океан и вам надо было остановиться, то да подойдет, но так для релакса, для отдыха, мы стояли ближе к острову, к самому бухте Милон, район называется Робертс, Робертс вроде бы, там и то спокойней, и защищенней, но там тоже ничего нет интересного, идем дальше, на запад, здесь везде вот такие отмели, поэтому идем мы строго по приборам, чтобы не налететь на вот эту вот мель, она здесь везде вообще просто, вокруг всех берегов, и сейчас у нас глубина 16 метров, а там меньше метра глубина. Идем на автопилотик. Идем на автопилотик. Субтитры сделал DimaTorzok наехали мы на ловушку и скорее всего мы ее перерубили потому что был звук на винте придется нырять когда придем в общем дело такое да ловушку очень много и вот наша первая ловушка сейчас мы выходим из зоны этого мелководья наконец-таки скорее всего больше оставить парусы и пойдем уже на самый южный мыс мартинике будем обходить его под парусом мы решили не останавливаться больше здесь у нас было две остановки я думаю что этого достаточно для того чтобы понять что такое восточная сторона идем на юг вон они мели мы мы на базе мы мы пришли мы вернулись все все у нас замечательно все хорошо путешествие наше завершилось вот здесь вот и началось очень все круто все классно подписывайтесь на наш канал ставьте лайки пишите комменты подписывайтесь на нашу страничку в фейсбуке в инстаграме путешествуйте вместе с нами